Добрый день, это МИАС Лайф, Диана Майер, Андрей Шмидт, съемочная группа. Сегодня мы решили коснуться очень интересной темы. В последнее время в соцсетях МИАСа появилось очень много рекламы о продаже памятников от производителя в Златоусте. Мол, там и дешевле, и качественнее где-либо. Мы решили объективно это проверить и заказать памятник у производителя в Златоусте за 15800. Именно эта цена была указана в рекламе. Однако, когда мы приехали в Златоуст и начали оформлять заказ, цена оказалась другой – 18400, что на 15% больше заявленной в рекламе. Объяснили это нам подорожанием камня на карьере. Заказывая памятник, мы акцентировали внимание на том, чтобы забрать его до 30 декабря. Нас уверили, что так и будет. Однако, 28 декабря, когда мы хотели его забирать, нам сообщили, что камень будет готов только после Нового года и что нам позвонят и сообщат. После каникул мы решили позвонить сами. Сделали? Конечно, сделали. Подождите, вы сказали, что вы позвоните. Прошло три недели, а мы как должны узнать, что он уже готов? Я приемщицам говорил, я на приемках не сижу. Каким образом я должна узнать, что уже можно ехать и забирать его? Вы мне позвонили поругаться или что? Я хочу узнать, когда и где я могу. Нет, я хочу узнать, где я могу забрать. Так, вы меня покушайте. У меня большое производство, я за каждым памятником не отслеживаю, вы меня как не можете понять. Я пилю их тысячами камней и я за каждым должен по фамилии. Я же вам объясняю. Если вы со мной хотите поругаться, я не хочу ругаться, я вам могу вернуть деньги. Все. Если вас не устраивает это, я вам сказал, сделали память. Были вопросы, я позвонил в цех, мне сказали, памятник готовый. Я мастеру сказал, позвони и скажи, что фотоотчет или еще что-то сделаю. Все. Они запакованы на отгружку в цех. Вы такие все интересные клиенты. Стоят морозы, ну и что вы? Это же камень. Вам что, заставлю своему установить или как? Я вам докладываю, что памятник готов. Мы не решили составлять памятник на складе до весны, так как ни договора на изготовление, ни договора на хранение, никаких других письменных гарантий нам не дали. Да и сам склад производителя больше напоминал гаражный бокс. Поэтому рисковать мы не стали. Наконец-то после наших звонков и напоминаний о себе нам позвонили и сказали, что наш памятник готов. Сегодня 28 января, а обещали его сделать 28 декабря. То есть месяц просрочки. Вот офис сам похож больше на гараж. Парковочных мест не так много. И вот наша газель, слава богу, нашла себе место. Пойдемте забирать памятник. Парковочных мест не так много. Грузчиков здесь тоже нет, поэтому нам пришлось привезти двух человек из МИАСа, чтобы погрузить наш камень. Кстати, что интересно, никаких договоров тут не дают. Весь заказ оформлен от руки на бланке квитанции резко камня для памятника. Причем ни данных производителя, ни адреса, ни печати, ни росписи на нем просто нет. В итоге памятник вместо обещанных в рекламе 15 тысяч 800 рублей обошелся нам почти в 20 тысяч. Плюс две поездки в Златоуст, телефонный разговор и ожидание месяца просрочки от производителя. Что интересно и на что мы не обратили внимание сразу во время заказа и оплаты, доверившись рекламе от производителя, что здесь уже стоит подпись. Нас попросили расписаться в графе «Заказ получен», то есть фактически по документу, который нам дали, мы получили заказ прямо в день оплаты. Никаких претензий по срокам изготовления предъявить невозможно. Гарантии на изделие тоже нигде не прописаны. Никакого договора нет. А теперь попробуем заказать точно такой же памятник в МИАСе. Сравним сервис, цены, условия. Поехали. Все мы понимаем, что купить памятник – это треть дела. Главное – его еще правильно установить. Мы спросили у златоустовского производителя, занимается ли он установками памятника. Оказалось, что нет, но там нам дали номер телефона установщиков. А что вообще входит в цену самой недорогой установки? Сколько это будет стоить? Ну, вот этот вот цветник получается. Ну, у вас, то есть, если, как вы имеете, метр на сорок пять, да, вы сказали ОСП? Да, 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 метр на сорок пять. У вас где-то тысяч четырнадцать-пятнадцать тысяч. Четырнадцать-пятнадцать тысяч. А вы даете квитанцию, чек, расписку? Да, я, то есть, ну, как товарник, получается, могу выписать. Больше у меня по документам ничего нечего, если честно. Как вы видите, цена растет и растет, а вот договоров или гарантийных обязательств никто не дает по-прежнему. Прискуранта тоже нет, от чего цена зависит, вообще непонятно. Ну, и для чистоты эксперимента мы решили узнать, сколько будет стоить аналогичный памятник в Миасе и заказать его. Стоит он восемнадцать четыреста, а если обратиться пенсионер или инвалид, то цена будет ниже на десять процентов. Наш эксперимент продолжается, а теперь наша задача – заказать памятник в одну из фирм Миаса. Вот такая вот установка, самая обычная, без плитки вокруг цветника. То есть заливается основание, на основание ставится весь комплект самостелла, подставка и цветник, а будет стоить восемь четыреста. А какие-то вот трубы, арматуры под основание кладутся? Так, смотрите, в зависимости от даты захоронения. Ну, два года. Ну, желательно положить швеллера, чтобы установка никуда у вас не съехала. Насколько это удорожает? Швеллера стоит тысяча восемьсот. То есть к восьми плюс тысяча восемьсот? Да, восемь четыреста и плюс тысяча восемьсот будет. И гарантия у нас на саму установку идет три года. Ну, опять же, с учетом того, что вы за памятником будете следить в течение этих трех лет. На саму стелла у нас гарантия идет пожизненная, то бишь за качество мы отвечаем. То бишь, если что-то происходит со стеллой, вы берете документы, которые мы вам выдаем. Это договор, приложение и квитанция строгой учетности. Берете эти документы, приезжаете, мы стеллу выменяем за наш счет. Ну, давайте тогда договор. Смотрите, вместе с установкой выходит ваш памятник на двадцать шесть восемьсот. Ну, вместе с установкой, это швеллера, это все все вместе. Мы привезли эти два памятника в Челябинск для того, чтобы показать его эксперту. И для чистоты эксперимента мы пронумеруем. На одном памятнике мы поставим цифру один, а на втором памятнике цифру два. И посмотрим, что скажет эксперт про их качество. Это Виктор Тимофеевич. И расскажите, сколько лет вы в этом бизнесе и почему мы выбрали вас? Я в этом бизнесе более двадцати пяти лет. Занимаемся изготовлением и установкой любых памятников, любой породы. Пусть это будет мрамор, границ, известняк. По каким вообще параметрам можно померить камень? Ну, надо сейчас посмотреть высоту, ширину, толщину камня, подставки цветника. Я вот сразу вижу, что на правом памятнике под номером два цветник не соответствует размерам. Что его надо подпилить? А давайте измерить. И торец не полированный. Ага, да, действительно. Он должен быть полированный, вот как на этом камне. И на этом камне подставка и цветник соответствуют размерам. Ну, то есть, если человек уже получил вот такой камень, то... Ну, это брак. Брак. Это брак. Пастели. Фаска. Обращаем внимание на фаску. То бишь, чтобы края были не острые, а закругленные маленечко, чтобы... О, да, вот здесь приятнее. Чтобы человек, когда при установке брался или что-либо, чтобы он даже руки не порезал. Ну, и для красоты, но это эстетика. То есть, вот здесь тонко, здесь вот сделана фаска, здесь нет. Нет, нет, нет. Угу. Ну, и здесь то же самое. Углы закруглены. Угу. Закруглены. Для чего это вообще? Ну, это не профессиональность того, кто это делал. Здесь уголки, все ровное и фасочка ровная. Здесь, видите, все острое. Угу. И можно сказать, что битое. Ну, как вам сказать, вот здесь потрогайте. Да, да, он такой гладенький. А здесь... Как будто здесь зашлифовано все, а здесь нет. А здесь вот отполировано, а здесь острое, все острое, видите. Ну, я уже говорил, что вот это вот конкретный брак. А это что, получается, не хватает... Это несоответствие вот этого изделия, вот этому. То есть, это изделие должно быть, например, 55 сантиметров. Угу. То и вот эта палочка должна быть 55, но никак не 55 и... Пять тут что-то. Угу. При установке все это будет некрасиво. Сам вот этот цветник, он будет, ну, кривой. Везде стоит фаска, и здесь, и даже с внутренней стороны, с не полированной, тоже фасочка есть. Ну, это изделие. Я бы сказал. Ну, изделие, хорошее изделие. Здесь, как видите, острое, и битые они, видите, битые. Без этой фаски они всегда будут битые. И здесь то же самое. Ой, вот здесь вообще неровно. Да. А там видите, какой-то лиц. Ну да, здесь вообще... Вот здесь вот я вижу сейчас, вот, заметил, видите, недополировка. А, то есть кругом сделано, а здесь нет. А здесь я не достала. Ну, это уже вообще уже косяк. А здесь все, ну, все должно быть прополировано. Как видите, здесь изображимое более ясное. Белое. То есть, с камня взяли больше. Угу. Здесь оно нанесено, оно тоже будет... Ну, оно будет в процессе, так сказать, стоять. Ну, вечность будет. Но здесь камень пробит глубже. Здесь не так он пробит. Ну, видно, здесь оно белое, здесь оно серое. Хотя сколы камня должны быть одинаковые. Черты лица здесь вот есть они, а здесь их нет. То есть, это непрофессионально использован, непрофессионально обработан портрет. На первый взгляд, вот, мне кажется, что вот этот ярче, например, чем вот этот. Это покрашенная? А у него нормальная стена, да. То есть, это краска? Вот эта конкретная краска. Окраска, она же может, ну, со временем... Ну, да, ну, сейчас-то я вам ее не это самое, это надо, ну, взять, ацетончик, может быть. И она это самое, ну, ее можно стереть. Может быть, не сразу, ну, может быть, через годик, ну, она пойдет. Ну, то есть, она может выцветать? Она будет выцветать, она может быть, да, выцветать. Вот, здесь естественный с холками. То есть, это не краска? Нет. То есть, с этим вообще ничего не будет? Да. Обидно по тону. Какой памятник понравился вам больше, первый или второй? Ну, я больше за первый, потому что и портрет здесь выигрывает. Ну, и вот то, что вот внизу я на подставке нашел и цветник вот такой вот, не той величины, недополированная подставка, не той же, это вообще, это косяк, это нехорошо. Мы узнали мнение эксперта и теперь готова вам рассказать, какой все-таки, где памятник был заказан. Номер один, это у нас памятник из МИАСа, и номер два, памятник из Златоустом. На первый взгляд он ярче смотрится, потому что использована белая краска на темном граните, очень контрастно смотрится. Но эксперимент с ацетоном показал, что краска очень легко стирается, а значит, любые погодные воздействия могут ее стереть. И придется как-то ее подновлять. Кроме того, он оказался некорректным по размеру и дороже по цене. Несколько месяцев у нас ушло на эксперимент, но это того стоило. Мы показали, что стоит за яркой рекламой, следуя за которой, пытаясь сэкономить, в итоге приходится переплачивать и усложнять себе жизнь. Хотя выбор, конечно, за вами.